Алло, прачечная? Ху***чная? Министерство культуры. Этот старый советский анекдот я уже вспоминала несколько лет назад, рассказывая о тогдашнем министре культуры Владимире Мединском. И вот опять, исчезнув на год из публичного пространства, Владимир Ростиславович триумфально вернулся, заняв с легкой руки президента пост главной прачки российской истории. Здравствуйте, я Мария Лондон и это Картина Мата. Указом президента экс-министра культуры Владимир Мединский назначен главой межведомственной комиссии по историческому просвещению. Звучит вполне себе благостно, однако если чуток копнуть, то запах распространяется вполне конкретный. Новоявленный орган, в состав которого войдут все самые скрипоносные силовики, включая естественно и ФСБ, займется формированием единого подхода к историческому просвещению и образованию. Ну, проще говоря, досвидос, дорогие ученые-историки и продвинутые учителя. Причем досвидос это в лучшем случае. В худшем не исключено уголовное преследование и отбытие на лесоповал. Вот решат близкие к президенту офицеры во главе со знатным историком Мединским, что не было в России расстрелов, погромов, тотального голода и людоедства. Значит, не было. И все, кто думают иначе, иностранные агенты, намеренно фальсифицирующие историю великой святой России. Четверостейшие Игоря Губермана теперь, видимо, тоже попадут под запрет, поэтому поспешу повторить, пока комиссия не вошла в раж. Я государство вижу статуи мужчин в бронзе полной властности. Под фиговым листочком спрятан огромный орган безопасности. Уже с 1 сентября российские школьники будут изучать историю по учебникам под редакцией Мединского. Ну, копеечка с каждого учебника в карманчик не самая большая беда. Самая большая в том, что Владимир Ростиславович стал главным историком России. Вот где ужас-ужас. Как говорил Михаил Михайлович, если ты стырил диссертацию, не строй мост, сволочь, иди в политику. Вспомним последние вехи звездного пути Мединского. Когда сей фигурант занял пост министра культуры, доцент из ТФАКа МГУ Ирина Карацуба заявила буквально следующее. У меня нет ни одного хорошего слова для Владимира Мединского. Вообще ни одного. Можно было лабрадора Кони назначить. Лабрадор Кони не нанес бы такой вред. Лабрадора уж нет, а вред, нанесенный этим отличникам-единоросам, мы еще долго будем расхлебывать. Став членом кабинета министров, экс-пиарщик поставил на все ключевые должности своих друзей, коллег и соседей. Дружеская компания, доселе никоим образом не имевшие отношения к культуре, в едином порыве рванула зарабатывать. Скандалы сыпались, как из рога изобилия. Первый зам и старинный знакомый министра Владимир Аристархов отдал подряды на реставрацию исторических памятников на миллиард двести родному брату Андрею. МВД поначалу устроило шухер, но махом охолонилось, не найдя, естественно, в данном факте конфликта интересов. Прелесть. Другой любчайший старый друг гражданина Мединского, тоже первый зам и статс-секретарь Григорий Перумов, был даже арестован по делу о крупных хищениях при реставрации, в том числе Новодевичьего монастыря. Но там фигурировало всего-то 50 несчастных миллионов. Третий друг товарища брат, а по совместительству специалист по недвижимости Вадим Гоглоев, стал главным по российским циркам. Развалил все, что мог, отобрал у животных, положенный по нормам паек. Пытался сделать из цирковых арен кинотеатры для демонстрации российских фильмов. И свалил по-тихому. Естественно, отлично заработал. Перечислять всех задействованных друзей и приятелей, наварившихся на несчастной российской культуре, эфира не хватит. Зато все по-путински Мединский своих не бросает. И еще раз для понимания, кто теперь рулит историей России. Диссертацию доктора исторических наук Владимира Мединского серьезные историки назвали мошенничеством и плагиатом. Обвиняли в ненаучности и пещерном источниковедении. Диссернет выкатил министру целый список серьезных обвинений, заявив, что докторская это уровень курсовой работы первого-второго курса. Чем все закончилось? Мединский мало того, что остался доктором, так еще и стал главным по истории. А его научные оппоненты, всю жизнь занимавшиеся наукой, пьют корвалол, вдалеке от какой бы то ни было возможности полноценно работать. Так что граждане приготовились. Владимир Ростиславович еще когда заявлял, что нельзя порождать плюроризм в голове. И все, кто допускает сомнения в нашем героическом победобесе, мрази конченые. Но и самая вирусная рашка-говняшка. Именно по такому принципу, уверен экс-министр, критикуется выбранная власть. Теперь в руках абсолютного бессеребренника, звездного историка, культуролога и государственного советника Российской Федерации такой большой и действенный орган, что элитный пентхаус за 200 миллионов, обнаруженный у супруги Мединского, запрещенной в России экстремистской организацией ФБК, точно не заинтересует соответствующие органы. Да и правда, малость какая, даже до уровня истинных патриотов Скобеевых не дотянул. Ну и в завершение, конечно, огромное бесконечное спасибо всем, кто поддерживает финансами наш проект. Мы живы только благодаря вам. К сожалению, в отличие от PayPal, я не могу лично поблагодарить всех, кто отправляет донаты на карту, поэтому пользуюсь эфиром. Еще раз огромное спасибо. Я Мария Лондон, это была картина матом. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, только так мы сможем выйти в топ. И, конечно, проверяйте подписку. Берегите себя.